Сама пьеса была написана Александром Веселовым очень давно. Автор писал ее по словацким народным сказкам о снеговиках, которые хотели попросить солнышка, чтобы оно больше не приходило. Сейчас этот спектакль актуален не только в российских театрах, поэтому начинающий режиссер-постановщик Евгения Бурцева решила тоже обратиться к этому произведению и поставить его в Тамбовском театре кукол. У нас в итоге получается очень интересная, волшебная, искренняя, серьезная сказка. К слову сказать, эту сказку мы сможем показывать зрителям и осенью, и весной, и даже на Новый год. Просто в Новый год, как и полагается, появится самый добрый, самый главный новогодний волшебник. Ну а в другие времена года этого волшебника дети не увидят. Поэтому у нас вот такой вот эксклюзив получается сейчас. В спектакле задействованы три человека, и каждый актер играет в нем главную роль. Так Елена Денисова сначала играет снеговика, потом этим же снеговиком становится уже другой артист, в то время как Елена принимает роль зайчика. Возможно, звучит нереально, но такова работа актеров театра кукол. Если не раскрывать всех секретов, могу сказать только одно. Спектакль очень будет необычный, очень яркий, веселый, но в то же время немного и грустный. Потому что, как маленькие детишки, они любят радоваться, а иногда и погрустить, а потом снова порадоваться. Поэтому никто не заскучает, всем будет весело и всем будет хорошо. Как вы можете уже знать, главная фишечка Тамбовского театра кукол – это интерактивные спектакли. Вот и постановка «Солнышко и снежные человечки» будет проходить в формате театра на подушках. Каждый зритель сможет поучаствовать и даже повлиять на ход развития событий. Премьера спектакля состоится 24 декабря в 10.00. Те, кто пока не успели приобрести билеты, не расстраивайтесь. Постановка будет идти вплоть до Нового года. Володя, не-не, провей, провей вот сюда, а то ребятишки не увидят. Ой, хорошо, ой, красиво, ой, ой, как хорошо. Ой, ну, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие бабушки и дедушки. Здравствуйте, мамы и папы. Ну, ребятишки, здравствуйте. Я в том бою, да, приехал уже к вам в гости. А вы придете к у меня, я буду ждать. Да, и сказку посмотрим, и в игры поиграем, а песенку-то нашу любимую помните, и ее споем, конечно. Я вам подарки привез. Ой, ребятки, жду вас все в гости. Приходите. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.